Дмитрий Андреевич Архитов, обращаюсь по поводу Сергея Алексеевича. Совершенно верно. И соответственно по поводу задолженности по вашей кредитной карте. Номер договора 250-44-60-34. Когда намерена оплата произвести? Че? Так сразу. С места в карьере, что называется. Пока не готов ответить. Ну еще раз. С места в карьер, говорю. Не готов ответить я вам. Сейчас так, сразу. Скоро. Ну потому что нет информации у меня соответствующей. Правдивой. Но у вас соответствующей информации нет, к сожалению, уже с ноября. Вы намерены вообще осуществлять разрешение этой карты или нет? Ну все зависит от моего финансового состояния, моих финансовых успехов, научных в том числе. Научных в том числе. А чем занимаетесь? Наукой в том числе. А почему вы спрашиваете? Какое ты отношение имеет? В чем заключается? Я кандидат в химических наук. Это просто интересно. Просто интересно? Ну кандидат в химических наук. Я вообще обескуражен. А почему? Ну из-за этого не звоните. Обескуражен? В связи с чем вы обескуражены? Ну вот вашим вот этим любопытством нездоровым молодой человек. Какое отношение имеет моя научная деятельность? Вас плохо с ушами? Нет, я могу предполагать то, что вы хамитесь там. Почему? Я, как и вы, могу предполагать, что у вас плохо с ушами. В чем тут хамство мое проявляется? Вы меня спросите, что, 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 что я подозреваю? Да почему? Что тут плохого там в том, что я беспокоюсь о здоровье своего собеседника? Я спросил, у вас все нормально со слухом? Да что такое? Я же не сказал, все ли у вас нормально с печенью. Ладно, я с вами спорить не собираюсь. Конечно не надо. Вы когда намеренно оплату производите? Я же вам сообщил. Ну как минимум у нас научная деятельность возобновляется, как только теплое время суток. Я решила по научной деятельности. Человек, который, смотрите, научной наукой занимается, он должен быть как минимум умным, образованным, воспитанным. Соответственно, научная деятельность должна быть направлена на... Вы прямо обо мне сейчас сказали. Правильно? Конечно. Совершенно верно. Я говорю о человеке, которого деятельность направлена научная на действительно благо какое-то общество. Соберитесь только с мыслями, не наговорите чепухи. Вот сейчас вы все верно говорите. Прямо обо мне в точку. А как это может быть связано с моими финансовыми... Вы понимаете, что все гении были на грани нищеты? И все... Даже Пушкин, умирая, передал все свои долги. И за него уже потом выплатил меценат. Знаете кто? Ну, не интересовался историей. Я вот не интересовался. Ну, вот видите, видимо, вы сейчас о себе сказали. А чем, а чем? Пушкин не передал долги, а сбежал во Францию и писал потом под псевдонимом Дюме. Не могу не влезть в этот диалог. Слышали? И писал под псевдонимом Дюмы. Это бинго. Вот это осведомленность. Вы даже знаете, я люблю Пушкина. А что вы в последнее время читали, молодой человек? Просто даже не из Пушкина, а просто из классической литературы. Нет, ну, ой, извините, да, действительно, занесло не в те дебри. Просто мне очень любопытно. Нет, не извиню. Ой, что же, вы думаете мне теперь с этим ермом ходить? Нет, уж вы извините. С чем? С ермом вот этим. Я говорю не извиню. Может даже не простите, что не извиню. Вы жестокий человек, оказывается. Да нет, вполне нет. А почему вы не умеете прощать? Не умеете прощать, да? Или у вас какая-то озлобленность? Таких проявлений. Конечно. И на интеллигенцию. Не могу спокойно жить и работать до тех пор, пока люди не исполняют свои обязанности. А вы бросайте к чертовой матери свою работу. По мне так она женская по телефону триндеть. Это женщины могут, да, а вот это не мужская работа. Науке тоже не только мужчины занимаются. Само собой. Ну, само собой, конечно. У него деньги хотя бы приносят. Деньги приносят вам. Правильно. И хоть и говорят, что деньги не пахнут, но я бы на вашем месте, наверное, задумался, о происхождении данных конкретных денежек. Ну, я бы тоже на вашем месте задумался о выборе профессии. Может быть, наука не ваша. Вы не представляете, насколько важнее вот моя наука, моя работа по сравнению с вашей. Скажите, какую вы пользу приносите? Я пытаюсь у вас узнать. Может быть, действительно стоит перед вами извиниться, если вы действительно какой-то... Да, да. Да нет, не нужно. Не нужно. Я пытаюсь... Не нужно, на самом деле. Я уже... Я как-нибудь пересплюсь этим фактом, что передо мной не извинился коллектор. Мне просто ответьте на один вопрос. По вашему мнению, вы приносите пользу, да? Вот вы сказали, что я пользую не просто... А какую и кому? Кроме того, что вы работаете в банку. А банк – это, ну, трасс, структура, которая, в принципе, под санациями центра банка. Это раз. Во-вторых, у нее, ну, не российский капитал, мягко скажем, это иностранная структура. Вы гнете спину, молодой человек, на людей, которые никакого отношения к нашей стране не имеют. Я, в отличие от всего прочего, только внутри страны работаю, и патенты имею, предоставленные мне российским правительством. Господи, ну, знаете, вспоминается такая аллегория. Если вы такой умный, почему же вы не такой богатый-то? Это не аллегория, это афоризм. Вы понимаете, чувствуете разницу? Да, а нет, вы эксплуатируете, понимаете, термины русского языка, совершенно не понимая, что они означают. Аллегория – это не то. Ой, ну, ладно, ладно. Вы же умный человек. Вы хотите со мной вступить в филологический дуэль? Нет, я просто хочу, чтобы вы ответили на вопрос, если вы такой умный, почему вы не такой богатый тогда? А, понимаете, не все в деньгах. Ну, я подозреваю, что слово «богатый» может эксплуатировать в формате претензий, то есть соответствующий «богатый человек». Очень я сильно сомневаюсь, что вы на своей работе можете носить статус богатого человека, ни духовно, ни финансово. Более того, скорее всего, вы бедный, нищий человек. В финансовом плане, может быть, и нет, но в духовном плане, в связи с тем, что вы гордитесь своей работой, вы нищий человек. Потому что этой работой никакой пользы никому никогда не приносит. Это ваше субъективное оценочное кроссерение? Конечно. Вы думаете, я тут митинг собирать собрался? Ни в коем случае. Я просто выдаю вам свою точку зрения, не больше и не меньше. Но я почему-то думаю, что большинство моих коллег, друзей, знакомых, просто должников банка «Траст» поддержит меня. Да. Но это ваше, опять же, субъективное мнение. Не, я вам могу доказать, если вы готовы принять этот аргумент. И воспользоваться доказательной базой. Вы лучше, чем доказательством, лучше бы рот закрыли и молча оплачивали каждый месяц. Вот видите, какой вы хамор. Грубиян. Грубиян. Вот при чем здесь мой рот? Это такой дружеский совет, можно сказать. Дружеский. Боже упаси от таких друзей. Вы что? Если бы у меня был такой друг, я бы себе яйца откусил, в первую очередь. Я вам порекомендую то же самое сделать, чтобы не платиться. Да, не надо. Генетическое древо ваше не должно разрастаться. Это мое дело. Я вынужден вашему совету отклониться. Ну, понятно. Ис-то нету, потому что кусать нечего. Да? Ну, опять же, ваше субъективное мнение. Вас так задели мои слова? Меня? А с чего вы взяли? Нет, ну я вам даю... Я не знаю, вы так сразу начали опять по поводу моих каких-то промежностей, половых органов, там, рассуждать. У вас это больное место, видимо, да? То есть, опять же... Да нет, вы вывели к этому сами. Я бы не говорил об этом. Вы сами акцентировали внимание. Не говорили... Могли бы проглотить эту обиду. Моего мужского достоинства. Да нет у вас никакого достоинства мужского. Вы о чем говорите? Мужчина, в кавычках. Но это, опять же, ваше субъективное... Это ваше субъективное оценочное количество. Так, принимайте, какое есть. Прежде чем судить других, вы бы за своими недостатками... А где мои недостатки? Объясните, пожалуйста. Ну, недостаток в том, что у вас есть... Я не плачу иностранному предприятию? Перед кем? Ну, перед кем я должен? Я что, вам в карман залез? Вы как та шавка за косточку хозяина готовы служить и еще терпеть оскорбления. Вот сейчас я провел простую, вот такую аналогию, как вы сказали бы, аллегория. Да, вам нравится просто это слово? Да, за те деньги, которые мне платит мой работодатель. Да. Я готов общаться весь день даже с таким хамством, которое происходит с вашей стороны. Это, вот, запомните, вот когда вы в месяц будете получать эти деньги, так и отметьте себе, это моя цена. Вот столько я стою. Вот так и сами для себя. Сколько там, 25-30? Я каждый раз, приходя на работу, разговаривая с такими хамами, как вы, я себе об этом напоминаю, то, что не стоит обижаться на вас, мне за это платят. Да нет, куда же обижаться? У вас цены, видимо, вообще нет, раз вам работа дать... Я бесценный сотрудник. Нет, нет, мне платят. Я работаю за премию. Бесценные сотрудники, он попрошайничать в переходе, тоже бесценные сотрудники. Это вы о чем сейчас? Вы заменили о себе то, что, может быть, научные деятельности или еще какие-то? Молодой человек, я вам открою страшный секрет. У меня на счетах находится более трех миллионов рублей в российской валюте. Я эти деньги берегу лишь только для того, чтобы потратить их на научную деятельность. И ни копейки, ни центры я не потрачу на возмещение своего якобы долга. Раз имея такие капиталы, такие сбережения... Это не капитал, это не капитал. На тот момент мне нужно было закупить реагенты. Всего-то на всего. Я решил воспользоваться... Понадобилась карта на 45 тысяч. Да, там немного не хватало, да. Более того, я имел удовольствие... Ты миллиона хватало, а 45 тысяч? Не, у меня было на тот момент больше. Да, у меня просто в безналичном были формате, они на иностранных счетах были. Ну, что поделаешь? Да, поделаешь что? Как вы думаете? Вам неприятно это слышать? Ничего. Ничего? Ну, тогда заканчивать давайте, мне нужно бежать. Мне нужно бежать по делам. Бегите, бегите. Пойду по делам, с вашего разрешения. Бегите, бегите. Там это, в промежности свои загляните. Хорошо. Не забудьте потрогать. Мужчина, гордящийся тем, что работает коллектором. А еще знаете куда загляните? Загляните. Знаете куда еще? В YouTube. Загляните. В YouTube. Хорошо. Да. На канал Кузнецова Дмитрия. Там будет написано, Герпес Адольфович опускает сотрудника траста. Да, 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 да. Загляни туда, придурок. Обрати внимание на свои яйца. Тебя развели, чудо. Хорошо. Да. Добродетель, шестерка гнусявая. Не вижу ни в чём. Там тебе косточку бросили. Кроме хамства с вашей стороны. Да, конечно, в том-то и развод. Почитай на YouTube, что про тебя напишут. И давай, дуй за косточкой. Хорошо. Хорошо. Давай. У вас все или вы еще можете? Да нет, тебя уже будут люди оскорблять. Нет, словарный запас закончился. У меня его, знаешь, мне он не нужен сейчас в твоем случае. Дело в том, что если ты хотел узнать отношение к таким, как ты, я тебе очень рекомендую. Это аргумент, о котором тебе Гирпистадорф я сейчас сказал. Зайди в YouTube и посмотри то, что о тебе думают. Да зачем, зачем? Ну, наберись смелости. Потому что я первый раз на YouTube или что? Ты звезда, что ли? Популярно. Тебя не берет? Давай, давай, дуй за косточкой, чертила. Хорошо. До свидания. Клади трубку дичь. Или вы еще что-то скажете. Мне просто интересно. Тебе интересно? Ну, я говорю, клади трубку дичь. Конечно. Вы же научный деятель, ученый. Да тебя же развели, черт. Какой научный деятель? Нет, я не черт. Я человек. Нет, ты черт. Запомни это. Вы не научный деятель, но очень жаль. Нет. У меня складывалось до последнего впечатления, что может быть я действительно общаюсь с образованным умом. Да у тебя потому что мозг на бекрень. Какое может у тебя впечатление быть? Да. Ты же сказал, что ты приходишь на работу и кайфуешь от того, что людей опускаешь. Вот обраточку цепляй. Нет, я такого не говорил. Ты же сказал, что тебе нравятся долги вышибать. Я сказал, что я прихожу на работу и настраиваю себя за то, что вы меня хамите, оскорбляете. Вы можете самодвиждаться на мой счет, как вам будет угодно. Это в вашем мнении. Я тебе объяснил, что это твоя цена. Понимаешь? Те деньги, которые ты получаешь. Понимаешь? Как бы ты о себе не говорил, а я так говорю. Ты всегда остаешься посланным нахуй. Понимаешь? В этом случае ты послан нахуй. Как бы тебе хорошо от этого не было. Вот. Ты послан нахуй. Понимаешь? Никаких денег ты не получишь с этого человека. Тебе придется завтра опять звонить. И если ты попадешь опять на суда. На суда. Да. Ты будешь послан нахуй. Да. Вы считаете себя грамотным человеком. Да, да, да. Да столько безграмотно. Да ты уже все о себе сказал. Вы тоже. Что вы тоже? Что вот вы тоже? Вы тоже о себе все сказали. Нет, еще не все. В общем, далеко не все. Ты скажи, что ты будешь делать, когда траст лицензию заберут? Он же уже сейчас не ведет деятельность. Что ты будешь делать? Пойдешь в другую контору? Это то, что его заберут. Лишат лицензии. Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. А таких, как вы знаете, есть такое словосочетание. Диванный аналитик. Можно сказать про вас. Алло. Давай. Давай. Вы со мной разговариваете или там параллельно с комиссией? Тебя не должно волновать, с кем я параллельно разговариваю. Что? Это у тебя программа так работает? Ты шум какой-то включил, да? Ты зачем что-то там включил специально? Скажи, пожалуйста. Знаешь, как слиться, да? Решил таким образом слиться, да? Я не понимаю, о чем вы говорите. С шумом. Я вас прекрасно слышу. Вы можете продолжать свой аналитик. Аналитик? Давай продолжать. Друзья, ну сейчас здесь наберитесь терпения. Он будет тянуть резину. Я специально буду вырезать там, уберу вот эти слишком длинные паузы. В общей сложности там было противостояние. Я понимаю, что он очень не хотел первый класть трубку, но мне-то все равно. С другой стороны, я там шел за дочерью в школу, да? И мне пришлось с ним вот в таком формате, да, до победы вести диалог. Ну смотрите, да, там, чтобы вы понимали, паузы будут укорочены, но в общей сложности паузы там длинные были. Ну и не обращайте, пожалуйста, внимание. Если хотите, обращайте. Это мой помощник. Зовут его Шурик. Померанский шпиц. Вы часто его слышали в переговорах с коллекторами. Я очень раньше нервничал, когда он гавкал в самый неподходящий момент. Теперь я очень это мило эксплуатирую, как это происходит. Вот слушайте, да, они, если честно, в ступор встают очень многие. Особенно тетки не соображают, что за тявканье и так далее. Они думают, что действительно у них там что-то со связью. Ну они же там не сильно обременены интеллектом. Мы продолжаем слушать. Чтобы вы понимали, я просто пошел за дочерью в школу, взял с собой эту собачку свою прогуляться. И он, когда спускается с этажа, он тявкает. Ну вот любит, радуется. Пойдем гулять. Пойдем. У меня здесь есть новая сяга, я сейчас сяду. Поверно, я пошел сяпкать. А что там у тебя тявкает? А? Ты из дома что ли звонишь? Что у тебя там тявкает? Что у тебя там тявкает? А он мой чувак на меня буквально. Я сижу в офисе сейчас. Что ты чешешь что-то в офисе сидишь? Сидишь она дома за компом. Я нет. А что гавкает у тебя? Что там у тебя тявкает? Что ты не гони так-то? Вы еще что-то можете мне сказать? Да нет, ничего я не хочу тебе говорить. Я тебя просто слушаю. Я вам все сказал. Ну клади трубку, черт, я же тебе сказал. А, ну все тогда. Клади дичь, дичь давай, клади трубку. Потому что я знаю, что если ты положишь трубку, у тебя не зачтется ничего. Косточку не кинут. Скажи нет, яевич сказал. А что ты не кладешь трубку-то? Трубку клади, говорю. А до свидания, до свидания, всё никак. Собаку выведи свою. Да хорошо. На свидания я тебе говорю, клади трубку, черт. Хорошо, до свидания. До свидания. Вот чертила, да? Что там 300 рублей тебе за разговор падает, да? Если ты трубку не... Тебе сколько за разговор платят? 300 рублей, если ты сам не сольешься, да? Ну, это не ваше дело. Ну, нет, а мне-то все равно. Там 300, даже если 500. Ну, надо трубку, чтобы положил сам должник, да? А не ты. Нет, не обязательно. Тогда клади трубку, черт. Хорошо, кстати. На YouTube, кстати, не забудь. Обязательно. Хорошо, хорошо. Ну? Давай, давай. Не бойся. Что думаешь, я положу трубку? Я боюсь. Бабок, давай ей, скинь номер карточки, я тебе переведу денег. Чтоб ты сам трубку положил. Я ваших серьгах не нуждаюсь. А? Я ваших серьгах не нуждаюсь, может быть. Да? Ну, мозга может тебе чуть-чуть перевести. А что ты трубку не кладешь? Что-то объясни мне, пожалуйста. Зачем-то так приятно общаться с научными деятелями. Да? Не, ну... С самоназванными. Самоназванными. Ну, давай, что ты тогда говоришь, а тебе интересно общаться. У тебя же, наверное, какие-то вопросы есть. Я вас слушаю. Мне тебе нечего сказать. Меня подташнивает, когда я с такими разговариваю. Ну, если ты разговариваешь, значит, до свидания. До свидания. Клади трубку, черт. Хорошо. Хорошо. Клади трубку. Даже надо другому звонить. Хорошо, обязательно последовавшим. Там может быть пенсионерка какая-нибудь попадется. Может, инвалид какой-нибудь, а может, чувак неграмотный, который испугается от тебя и побежит деньги платить. Давай-давай. Достойная работа ждет. Очень достойная работа тебя ждет. Тебе не кашлять. Ну? Да решись ты уже, наконец. Шум уже твой тоже не актуален. Тявка не эти тоже, что-то там включаешь. Надо трубку класть. С моей стороны. Да, конечно, сейчас ты расскажешь мне. Еще скажи, что у тебя яйца есть. Слушай, а ты не педик, а? Ты не педрилка ты? Нет. Ты уверен? Уверен. Уверен? А как ты проверил? Да. Ну, а как ты проверял? Скажи, пожалуйста. Ну, это не ваше дело. То есть ты проверял все-таки? Ну, тогда не уверен. Да? Ой-ой-ой. Тяжело, небось, без москов? Да? Что еще раз? Без мозгов тяжело, говорю? Ну, я не знаю, вам виднее. Слушай, одевайся, я подхожу. Все, я уже около школы. Давай. Без мозгов, говорю, тяжело? Ну, я вам говорю, вам виднее, я не знаю. Мне-то что? Тебе вопрос задал. Ты уже вот взял, даже не сосредоточившись, подтвердил, что ты проверял, что ты не педик. А зачем ты проверяешь эти вещи? Нормальный мужик знает с рождения. Нет, ты сказал. Я спросил, ты проверял? Ты говоришь, да, я проверял. Ну, нет, запись послушаешь. Я сказал, ты проверял? Ты говоришь, да, я проверял. Каков результат? Я не говорил, что я проверял. Я не буду не собирать, даже 3, 2, 1 оправдываться. Ты же достойный, ты же мужик. Куда тебе оправдываться-то? Зачем? Ты же на месте находишься. На достойном. Правда? А что ты, слушай, нигде не учился? Почему ты после школы нигде, даже хотя бы в какой-нибудь фазанке, ПТУшке не отучился? Что ты сразу пошел куда-то, не понять куда? Быдлить пошел, а? Ну, в позиции моего образования собираюсь. Не, ну ты же не будешь утверждать, что у тебя есть высшее образование, и ты не нашел нормальной работы. У меня есть лучшее образование, у меня есть работа высокооплачиваемая. Вот это вот коллекторская? Ну скажи, что ты больше 30 тысяч в месяц получаешь. Больше? Больше 30 тысяч в месяц получаешь. Что ты пиздишь, а? Ну зайди на YouTube, я тебе просто скажу, чтобы тебе было не по себе, чтобы ты понял, с кем ты разговариваешь. С кем разговариваешь? Ну с кем, ну нет, ну это как минимум, да. Просто с компетентным я тебе так интригу унесу, человеком. Не буду говорить, кто это. Люди, которые действительно из себя что-то представляют, если мы утверждаем с ним, то не таким способом. Ты откуда знаешь про людей, которые самоутверждаться умеют? У тебя извращенное понимание о людях. У тебя о людях извращенное понимание. Запомни, это раз и на себя. Это ваше эффективное мнение. Да, он тоже красивое слово выучил, да. Ну какой же ты ущербный. Алло. Как ты думаешь, что это соревнование выиграет? Что еще раз? Соревнование, не положить трубку, кто выиграет, как ты думаешь? Я думаю, вы. Да, я выиграю. Что я не положу трубку. И чем длиннее будет диалог, тем больше будет просмотров на ютюбе. Да. Видите, какой вы молодец. Не положите трубку. Да, что выросло, то выросло. Да? Да, да, да. Ну вот, видишь как. А ты почему трубку не кладешь? Что тебе мешает? Да нет, ну я же тебе сказал, мне неинтересно с тобой разговаривать. Мне принципиально, что ты должен. Принципиально. Я принципиальный человек. До сих пор, пока вы разговариваете, пожалуйста, разговаривайте. Как только прекратите разговаривать, обязательно положите. Ну-ка давай. Вот, я не разговариваю, клади трубку. Черт. Что еще раз, вас плохо слышно? Клади трубку, черт. Спрашивал, как только мы сами. Договорим, положим, да? Отлично. О чем говорить будем? О штамп? О чем будем говорить? Вот смотри, что я сейчас делаю. Элементарно. Просто возьму в руку телефон и перестану с тобой вести этот мерзкий диалог. Ты будешь вынужден положить трубку. Да, наконец-то положу трубку. Да, все, давай, я убираю трубку. От уха, ты клади свою трубку и фиксирую прекращение разговора по собственной инициативе. Хорошо. Спасибо большое. Давай. До свидания. До свидания. Ну, прошло минут семь. Алло. А потом давно будет? Да-да, я вас слушаю. Ага, еще тут? Ну, давай, держись. Зубами за воздух. Еще какое-то небольшое время. Прошло примерно четыре минуты. Ну, сам появился. Алло, вы меня слышите? Алло, говно, я тут. Я как говно, я тут. Давай, не отрабатывай, я здесь. Я трубку не положил, говно. Ты первый клади, черт. Ну, хорошо, а? Давай. Вот есть еще что мне сказать? Нет, нет, я хочу, чтобы ты трубку положил первый. Нечего сказать. Нет, нечего. А что мне тебе говорят? Тогда до свидания. До свидания клади трубку, черт. Хорошо, я положил. Угу, клади. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. На YouTube не забудь зайти обязательно. Завтра уже ролик выложить. Да нет, я думаю, мне не нужно будет. Нет, зайди, зайди. Интрига должна быть. Канал ООО Алиам. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Ключевое слово в поиске лаборант. Либо коллектор там. Либо коллектор попадает на юриста. Там вот много таких ключевых слов, которые ты легко найдешь, забьешь и найдешь мой канал. Да иди, ты же все равно туда попадешь. Я же вижу, что лайки ставят. Братва всякая. Вот это тебе подобное, достойное. Не забудь обязательно зайти на YouTube. Хорошо-ка. А чего тебе хорошо, не знаешь? Потому что дерьмом поливаешь. Я не платил тут разговор с вами. Да что ты пиздишь. Деньги тебе платят, блядь. Все у тебя деньги, все тебе деньги, блядь. Чертила. Поганый. Знаешь, как я в YouTube, естественно, не буду такие паузы выделывать. Я буду вырезать. И вот прошло там 7 минут. Люди спокойно послушают вот эти наши вывески, выдержки. И ты почитай, что про тебя напишут. Ты же даже фамилии не своей представился, да? Ты же спиздел, что у тебя фамилия там. А, своей? А зачем тебе своей? И какая, скажи, раз тебе нечего скрывать, какая твоя фамилия? Я же в начале разговора сказал. Архипов. Архипов тебе фамилия? Имя, отчество? Дмитрий Андреевич. Тоже в начале разговора могли бы сферматривать. А есть в соцсетях-то? Что есть еще? В соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Не знаю, где-нибудь еще-то есть? Нет, не в соцсетях. Архипова нет, да? А ты-то есть? Ну, не знаю, может быть, Архипова-то и есть. Меня нет. Не, не, вот по имени, отчеству, вот поэтому. Это не ты же. Так, ну все. Мы наконец-то дождались. Я теперь могу повесить там. Спокойной душой. До свидания. Клади трубку, черт. Клади трубку, черт. Клади трубку, черт. Давай, давай, давай. Она же клади дичь. Все. Не пуганная, блядь. Ну, вот так, друзья. Такой вот забавный сюжет получился жизненный. Почти на 30 минут. Не буду ничего комментировать. Для тех, кто впервые на нашем канале, пожалуйста, в описании этого ролика есть ссылочка на наш сайт. Компания Аляам, если вы слышали, да? Ну, и также на сайте есть видео презентация, как устроена работа кредитных юристов. Ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Еще раз повторю, кто впервые или недавно на нашем YouTube-канале, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось. Если вы хотите узнать, как мы работаем, что мы для своих клиентов делаем, сколько это удовольствие стоить будет, а удовольствие это не больше, не меньше, а финансовая свобода, отсутствие всех кредитов, никому ничего не должен. Сколько бы не был должен до этого, никому ничего не должен. С любыми долгами, с любыми банками работаем. Пожалуйста, зайдите на наш сайт, там есть видео, посмотрите, если вам это интересно. Сделайте все по инструкции, с вами свяжутся. А ну, также ссылочка на группу ВКонтакте, там все наши ролики дублируются. Вступайте в группу, ну, репост в соцсетях, само собой, приветствуется. С вами был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания Аляам. Ну, небольшой подскриптум, а у кого нежный слух, нежные уши, я прошу прощения за небольшую нецензурную брань. Ну что, с такими только так, извините.